ну что всем привет в очередной раз у нас очередная лекция по разработке совместной на питоне обратите внимание что у нас запустился инструментальный блок наших разговоров вот перестаем разбираться в такой интерь и временно не знаю совсем ли или или окончательно ли или только временно перестаем разбираться в гитте вот и начинаем говорить про то какие процессы и какие работы вас подстерегают как когда вы разрабатываете некое приложение на питоне вот сегодня поговорим про документирование те из вас кто они от давайте давайте начнем с другого конца давайте начнем с той части документирования про который мы уже что-то знаем вот он мы уже немножко знаем про документирование питона из того что в нем есть строки документации которые как мы в прошлый раз в прошлый раз поговорили могут играть роль комментарии минут комментариев но по сути комментариями не являются почему комментарии это добавление семантики в код то есть ситуация когда вам нужно дать человеку который этот код читает да просто вот не просто там пользователь вашей библиотеки да и начать читает код вам например через полгода до или вашему товарищу который с вами вместе работает над этим кодом идите дайте человеку который этот код читает понять что происходит в вашей программе то есть какую задачу вы решали вот и что именно вы делали сейчас я попробую точную формулировку дать потому что мне кажется я слегка сам себе противоречие это нехорошо вот зачем и почему какую задачу решали и почему этот код выглядит так что именно вы делали и как именно это реализовано по хорошему должно быть написано на питоне то есть алгоритм и если алгоритм супер сложный да имеет смысл описать что именно и как это происходит но на самом деле по-хорошему вы должны писать такие вещи на питоне а вот какую задачу решали и почему выбрали именно такой способ да там что именно вот что повлияло да на выбор такого вида кодирования вот это если это требует комментариев вставляйте в комментарии док стринги это другое док стринги это штуки программно присутствующие в ваших объектах которые оттуда выковыривать и показываются по хелпу мы с вами это видели да и даже можно запустить пудок давайте я продемонстрирую пудок чтобы было понятно что это такое ну я думаю все уже давно знают что такое что такое поток и тем не менее у нас вот например если у нас есть более или менее документированное что-то то к этому более-менее документируем что-то мы можем даже применить только пудок 3 и чего у нас там а быть смотрите мы можем к нему применить даже конвертор который вы нет из наших описаний наши вот наш хелп который был на самом деле он вынет еще из вложенных классов всякие картинки но вот то есть всякие всякие хелпы из вложенных классов док стринги из тех классов которые писали не мы вот это писал я моду да вот это писал я view а тик интерфрейм уже писал не я вот то есть все те методы которые вынуты из дерева или даже графа наследования пудок построит линейный общий такой супер и вот поэтому супер выдаст вам до строки документации строки документации они во-первых лежат прямо в ваших файлах поэтому не являются комментариями во-вторых смысле они выковыриваются программно оттуда во-вторых и это пожалуй важнее ну то есть еще есть еще есть пыдок с портом давайте мы тоже запустим чтобы не то самое не быть голословным минус pm если кросс если кто-то просто не помнит что это такое вот да если сервер который на питоне разумеется который по хтп отдает вам все документации по всем модулям которые у вас есть вот прям по всем видите док стринги стоит ну вот это все да и в частности мы можем здесь найти и собственно наши наша без то самый который мы который я запрограммировал да и приложение куда и тайм вот хотя тут видите какой довольно мало моей собственной документации это документация которую наследовать то есть пудок да ну и на поста команд лайнер мы вызвали пудок вот а еще можно help вызвать от этой функции и она тоже вернет содержимый докстринга но главное не в этом главное в том что докстринги используются не только для хранения документации кстати здесь нету списка ссылок на то как более извращенным образом хранить документацию в докстрингах но мы об этом еще чуть позже поговорим правда об одном конкретном варианте вот а самое главное что поскольку докстринги программно доступными при работе при работе программы на питоне в них всякие люди всякое хранят всякую значимую для работы вашей программы информацию например мы об этом будем говорить видимо на следующей лекции модно хранить док тест в док тесте тесты вот причем это довольно смешная штука вот смешная штука но главное вот смотрите да там где-то во жму то есть в строках документации можно например хранить информацию для проведения тестирования вообще говоря если сходить на пупы то мы находим изрядно такие упоминание докстрингов в классификаторе development testing до software development testing то есть видимо не только док тест это умеет довольно часто системы сборки хранят в докстринги всякие штуки вот например команды о том что к чему относится или что 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 с чем должно быть семантически связано и вот я еще помню что довольно много довольно много парсер генераторов тоже хранят свои синтаксические конструкции в докстринги но идея парсер генератора это к сожалению не было у нас хотя хотя я значит хотел устроить такую лекцию но мы до этого не дошли вот посмотрим тут же есть какой-нибудь так стринг нету до стринга вообще не попал жалко ну какой по материи по по материи тренинг арпеджио в арпеджио это такой парсер генератор страшный красивый прям красивый вот посмотрим где он хранит на свои свои докстринги свои эти самые свои грамматики а арпеджио хранит пишет грамматики на питоне я соврал ну знаете что не будем углубляться дальше просто давайте просто как бы принимаем это как данность ну хорошо я просто покажу место которое точно знаю вот этот парсер генератор которым я часто пользуюсь вот смотрите как он устроен выйдет вы выдайте погромче сделаю выберете класс и описываете грамматику того синтаксической конструкции который вы разбираете в докстринге и очень частая ситуация а дальше пишите код на питоне который обслуживает уже разобранную с помощью модуля грамматику вот вот что я имел ввиду докстринг вообще используется для другого он используется для того чтобы хранить там значимый код это реально значимый код который парсится и который порождает соответствующий разбор на питом вот значит это ну и на самом деле если вы поищите упоминание докстринга в пп то вы найдете порядка трех тысяч каких-то пакетов которые как-то используют пп в докстринге поэтому имейте ввиду что помимо того что это помимо того что это место где вы просто рассказывать пользователю на этот раз уже пользователю библиотеки человеку который сделал пыдок или который прочитал help да не только который код читает вот как пользоваться вашей функцией соответственно указываете там помимо этого имейте ввиду что есть куча всяких дисциплин программирования которые туда в докстринге вставляют значит поэтому когда мы говорим о документировании как о пользовательском документировании то есть создание некоторых ну не знаю там брошюр веб страниц вот этого всего посвященных вашему предложению так и о программном документировании вернее техническом когда вы описываете как работает ваши функции формализуете там входные параметры выходные значения вот это все скорее всего речь будет идти о докстрингах а где же еще такие вещи хранят но скорее всего дальше это все будет обрабатываться собственно к этому сейчас приедем прежде чем мы к этому приедем пара замечаний довольно забавных про вещи которым я внезапно начал пользоваться причем пока готовился к этим самым вот нашим лекциям то есть совсем недавно раньше я делал условно руками вот значит да во первых я обещал что расскажу про то как не надо программировать на питоне я не подготовил этот кусок потыкайте меня в чатике если кому интересно да вы помните это способны с прошлой лекции стиле программирования да вот неправильных примеры неправильных стилей программирования не подготовился потыкайте меня потому что это такой челлендж просто не хватило на это время там давно нужно подумать вот во вторых пипен в пипен я кажется упоминал в прошлом семестре как альтернативу пипу и венгу одновременно но фактически это нет не альтернатива пипу и венгу одновременно более интересная штука сейчас я про нее расскажу я вот думаю на чем на чем экспериментировать давайте мы создадим новый репозиторий его очень очень быстро напишем в нем модуль просто потому что ну так проще чем пытаться попытаться обрабатывать какой существующий код я обещаю что вот на этом атипичном great project я сделаю документацию так значит не знаю чем называется диздок это совершенно неважно вот напишем какой-нибудь простейшую программу на питоне там напишем здесь что-то типа виски с данными модуля напишем функцию обжиг любой а вот умножитель у нас будет линд да ну и или терн так а б-мутин плюс вы умножить на мул вот и и задокументируем напишем что-то такое типа здесь кстати помнится мне чтобы выдох ставил ругался говорил кавычки должны быть кавычками не апострофами сделаем их кавычками там еще в конце точечку надо поставить а здесь напишем this is dump function но и хватит нас или нет давайте сделаем так их name name равняется name то вызовем функцию мы дев мы ну давайте так а а b равняется в и и и и тоже м м равняется ну скажем z и искусство допустим 3 да функ от а b m даже напишем вот так вот вот равняется функ от а b m ну вот мне кажется я написал достаточно бессмысленный модуль чтобы он даже документируемый немножко что за фигня фигня состоит в том что в типичной венок системе есть всегда два питона один второй другой третий и м сейчас мы вызвали пыдок от второго питона вот другое дело так вот именно для того чтобы не страдать от совмещения питонов придумали virtual life вот и мы его видели как его используется в начале мы создаем окружение в этом окружении все это разворачиваем и там напомнить давайте напомню про virtual life в python python 3 минус м в в в в в в обратите внимание что мне наплодил virtual life в этом каталоге он наплодил целую кучу всего он создал мне getignore это над случай когда если я вдруг захочу запихать что-то в гид вот ничего из virtual life гид нельзя пихать обратите внимание неприятная вещь теперь у меня даме в гид не попадет между getignore вот 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 а надо венф было сказать извините virtual life это стран штук странная давайте уберем его у нас венф гид венф эгнор лип 64 пх извините давайте сделаем попроще начнем с венфа он он просто попробуем попроще будет вот тем не менее вен в тоже видите наплодил всего наплодил конфигурацию наплодил бен в нем есть активы и он наплодил лип в котором есть даже несколько пакетов в частности пив вот и он наплодил в бене скрипты под названием активы это если я скажу вот так вот . это значит соус давайте даже не ну да соус динок силы то мы как бы входим в виртуальное окружение на самом деле ничего виртуального нету единственное отличие от того что получилось это наличие наличие вот такого каталога в доллар по потому что теперь а утилиты будут питом будет запускаться отсюда и будет запускаться отсюда и вот питом будет теперь третий потому что он запускается из вот этого каталога до пив будет соответствующий к питону вот но и так далее вот а главное набор пакет в который набор модуль который установлен будет обнулен до классического пипсета автос и это значит что мы можем когда ставим нужные пакеты для нашего окружения ставить их именно в это окружение и не париться кстати он говорит обновите пив сейчас обновлю собственно вот верту лэв это чуть более развесистый модуль который умеет больше чем вен вот но самое главное другое самое главное что у произошла неприятная вещь мы в нашей позитории в котором мы храним наш даме пи внезапно напихали каких-то каталогов которых в общем не хотелось бы здесь видеть вот эту проблему нам решает пипен давайте мы все убьем еще include отлично вот давайте мы все убьем и будем использовать вместо венва пипен пипен моего разноцветный это инструмент введение каталога для разработки который чуть более удобный если сходить по ссылку по ссылке вы увидите пафосную пафосную рекламу а пойтан дев ворк флор for humans то есть а а а а а тот для кого был для питонов что ли а это значит для человека ну а значит да так вот он такой весь из себя фельдиперсовый красивенький раскрашенный ну в общем его раскрашенность меня волнует не очень а вот то что можно сказать пипен вшел чё-то он не захотел а я там активы и сказал господи прости ну давайте еще разок да он вечер говорит ребята вы меня запустили да блин а простите нельзя было из-под вен вы запускать еще пипен это я это я ступил вот еще раз пипен вшел вот вся вот это вот мусор на экране на самом деле сводится к одному не хочу нет это неправильно поэтому 27 не хочу извини я не хочу второй питом я хочу третий питом поэтому ты минус м пипец зачем не второй питом сейчас секунду у меня чё-то 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 расклеилась все работало не так честное слово так секунду секунду сейчас мы это уберем да значит ну давайте я все-таки сначала подготовлю чистую площадку а потом уже у вас 2 из минус минус юзер может у меня тут пипен приехал не приехал но непонятно тогда странно это секунду я чуть-чуть потуплю поэтому 3 почему он использовал поэтому два непонятно так значит что я сделал не так кто мне кто мне скажет я не понимаю этот говорит что-то там 3 пип файл уберем сейчас вот все но я не знаю чего сделал не так прошлый раз пипен все-таки штука с внезапно такой логикой непростой но вот после того как я все стер сделался за но слава богу все прошло нормально и так смотрите что делать пипен он создает виртуальное окружение но не в текущем каталоге а фиг знает где вот здесь у меня их тут уже в количестве обратите внимание вот вот они значит что при этом происходит при этом происходит добавление естественно впад того самого места в каталоге и это самая неприятная вещь вот такой вот вот такое странное место но с другой стороны вы собственно знаете о нем особо и не должны да то есть если вы не интересуетесь наличием каких-то конкретных файлов в этом месте вот хотя это может вас заинтересовать если вы например установили какую-то питоновской утилиту которая туда положила бинар так вот значит если вы не интересуетесь наличием кит файл в этом месте то отлично скале пипен в шелл все у нас теперь пип у нас теперь третий питон у нас теперь третий вот да и и и все в общем все в общем в порядке вот помимо всего прочего да но естественно пик он стал теперь будет ставить все что надо куда надо вот давайте мы поставим какой-нибудь ну не знаю там вот он у нас скачанный правда но и тем не менее и плюс будет все показывать в общем все все хорошо вот главная фишка что у вас вместо того чтобы засорять текущий каталог засоряется каталог вот такой вот не забывайте его периодически чистить вторая фишка стоит в том что пипен все таки более высокоуровневая вещь и он например например умеет удалять все ненужные каталоги все ненужные пакеты а смотрите-ка у него есть отдельная команда скрипт которая покажет что у вас в бине лежит ничего там не лежит ну значит значит это другая команда короче изучайте вот я честно до конца еще его не изучил единственное для чего его использую это для того чтобы из текущей территории изгнать все это окружение положить его в странное место о котором я не забочусь вот и там пускай все лежит пакетики пускай там лежат вот там как раз сейчас лежат наши пакетики эти самые вот они все флейки вот это все вот еще пипенф умеет какие-то security обновления проверять еще значит что-то такое там еще делает в общем нас это не очень волнует нас волнует то что единственное что он оставляет после себя этот пип файл в котором написаны некоторые конфигурации того что происходит вот ну и и и и и хорошо кажется есть еще опция лог давайте мы ее вызовем которая проверяет зависимости вашего пакета и формирует лог файл в котором написано какие конкретно модули для работы вашего пакета нужны ну и плюс видите она хочет шаде 56 потому что она таким образом проверяет вот обратите внимание на то что по наставленной мною пакет ну например флейк не вошел в этот список потому что сам пакет даме пыль он конечно не хочет никакого флейка ну и поэтому он не нужен какие-то умеет проверять какие-то диппенд когда мы будем говорить про дипломент мы как раз посмотрим как вот это все делается вот пикет это первое отступление которое хотелось сегодня сделать второе отступление которое хотелось сегодня сделать то что мне кажется не удалось в прошлый раз и это вимовский плагинчик которые делают параллельно синтакс чекинг и значит этот самый чекинг стиля программирования и так далее вот во первых в виме есть встроенный механизм который позволяет скачивать просто и даже и даже устанавливать вот таким вот образом какие-то пакеты вот простая установка вот обратите внимание что место куда это устанавливается оно такое немножко чуть-чуть овердизайн я не знаю зачем брэм придумал вот такое количество мной вложенных каталогов то есть у вас есть под каталог в точка виме который называется пэк а вот в этом под каталоге вызовете что-то это это что-то нужно для того чтобы люди которые пишут ваши ну короче ваше расширение ну вот внезапно можно было положить какой-то рядами потом под каталог старт это для тех расширений которые стартуют вместе с вимом потом собственно под каталог с вашим расширением и потом только всякие к нему плюшки плагины и все остальное вот старт нужен для того чтобы вместо старта был еще под каталог опыт в которой кладутся расширение не стартующий при старте вима который можно подгрузить потом вот ну и вот такая вот сложная конструкция ну как сложная 3 3 3 каталожные что-то старт что-то соответственно как раз и используется для того чтобы подгружать плагины сами плагины есть прекрасный портальчик для этого значит называется он называется он вим эйвсон вот как видите так а порядка двадцати тысяч ну порядка 19 тысяч плагинов разных тысяч вот не буду даже тут ничего такого ну давайте так ну как первый же попавшийся порядка двух тысяч плагинов у которых упоминается слово синтекс неудивительно и первый же попавшийся плагин который нам рекомендуют вот по этому делу он называется синтастик и это именно то о чем я хотел сегодня еще немножко рассказать вот эту лошадь я кажется и показывал в прошлый раз но не умудрился не поставить вот значит что такое синтастик синтастик это плагин который умеет проверять и синтакси вызывать всякие синтакси синтакс чекеры из подъема для ну вот а вот этих языков программирования вот как его установить он умеет он умеет ставится как плагин значит давайте мы в каталоге .wim создадим каталог сейчас секунду забыл какой пэк да в нем должен быть каталог с каким-то именем неважно с каким допустим ран в нем должен быть под каталог с названием нашего плагина ну допустим синтастик синтастик в нем должен быть так под каталог старт минус старт вот вот переходим туда и просто тупо клоним этот самый синтастик оттуда где он там на гитхабе лежит а где он лежит а вот он лежит вот прямо отсюда и конь а вот сюда что-то не то не сюда надо было клонить пэк что-то старт что-то правильно значит неправильно я все сделал давайте выбираем и дайте еще раз пэк что-то пэк что-то старт и вот здесь вот что-то во вот теперь он должен прям вообще взять и заработать давайте проверим это работает чё тебе не так начинается два две перед перед функцией две строчки ну короче вы меня поняли это это у нас флейк флейк страны флейк меня это все ошибок нету все хорошо это потому что я не поставил этот самый опыдок чекер вот я сейчас поставлю пыдок чекер он опять будет придираться что у меня документации нет функции мэйн а функции функ кстати придираться не будет ну короче вы меня поняли о тут никто никто яков дубяга спрашивает как вам астролинукс не пробовал то есть я как бы мы мне хватает альтлинукс на котором я работаю поэтому ничего сказать такого связанного с совместной разработкой приложений на python про астролинукс не могу значит да мог и это было отступление про плагины вас просто я его поставил этот плагин синтастика этот начал им активно пользоваться и понял что сейчас при рассказе про вот это вот все он у меня вылезет на экран и я буду обязан отчитаться о том что он существует вот он существ теперь немножко бла-бла значит техническое документирование это ситуация когда вы описываете будущим пользователям вашего инструментария то есть в первую очередь это относится к ситуации когда люди будут использовать ваш код вот описываете будущим пользователям вашего инструментария как пользоваться вашим инструментария в действительности поскольку вы входите в число этих будущих пользователей вашего инструментария в действительности любая программа на питоне требует более или менее разумного технического документирования потому что даже если то что вы пишете это какая-то функция который вызывается один раз как метод в вашем домашнем задании который выдавается один раз для того чтобы показать виджеты и кнопочки на экране было бы очень неплохо если этот метод имеет какие-то параметры описать типы этих параметров рассказать для чего они используются если он возвращает какое-то значение описать это значение рассказать для чего оно используется и вообще написать что делает ваш метод какие могут быть варианты его вызова и так далее Потому что, повторяю, через полгода вы встретитесь с собой только уже лишенным тайного знания, зачем вообще все эти переменные в заголовке этой функции, этого метода и так далее. Не говоря уже о том, что если вы пишете инструментарий, которым будут пользоваться другие люди, то всю информацию про то, как им пользоваться, нужно засунуть в то, что называется технической документацией. Итак, фишка состоит в том, что большую часть технической документации в действительности можно засандалить в докстринге. Мы сейчас попробуем это сделать чуть позже, а пока поговорим немножко благо. Но не всю. Понятное дело, что какой-то корпус текстов, где вы пишете какие-то соображения, какие-то best practices, какие-то тудушки, какие-то quick reference. Короче говоря, все то, что непосредственно не относится к конкретным реалиям вашего кода, пишется в отдельном корпусе текстов, который, собственно, и есть техническая, а может быть уже отчасти пользовательская документация. Потому что всякий quick start это как раз документация для пользователей библиотеки. У нас нет в этом семестре необходимости рассказывать про все инструменты одновременно, поэтому я скажу так. Вы можете с очень большой натяжкой обойтись просто пыдоком, но пыдок за вас не сделает, допустим, HTML-страничку. Нормально, не сделает. Вот. Вы начнете извращаться, как делать HTML-страничку через пыдок, что-то там конвертить, и, в общем, кончится это не очень хорошо. Давным тому назад появилось сообщество, которое называлось DocUtils. Это мы закрываем, это мы тоже закрываем. DocUtils. Вот. Где-то, где-то примерно со вторым питоном они появились. Обратите внимание, логотип питона еще какой-то вообще античный. Я такого уже и не помню. Вот. Значит, где-то со вторым питоном примерно они появились, которые разработали свой формат текстовый, называемый Restructured Text. Сейчас, вот он. Вот. Это очередной текстовый маркап. После появления всяких вики-движков и всего остального пошла поваленная совершенно мода на текстовый маркап. У которого есть три важных свойства. Эти свойства, все три одновременно, делают Restructured Text на сегодняшний день, ну, не сказать уникальным, да. Но довольно редким, хорошим представителем вида текстового, семейства текстовых маркап, в коих, повторюсь, бесконечно много. Значит, свойства три у Structured Text. Первая и главная цель разработки была такая, чтобы сделать текст читаемым как текстовый файл. То есть, вот в чем недостаток всяких языков разметки, типа HTML, XML, докбука и ему подобным. Это читать глазами нельзя, да. То есть, докбук нельзя читать глазами. Докбук надо читать специальным редактором, который вам все теги скроет и еще что-нибудь раскрасит. Restructured Text читать глазами можно. Давайте посмотрим на него. Это нет. Давайте посмотрим на какой-нибудь пример. А, вот, Пример. Ну, Пример так себе. Ну, давайте сейчас я сделаю погромче и мы посмотрим. Вот, например, Параграф, Индентед Блок, да, Списки, ну, все как у людей, да, там, такие списки, Дефинишн. Вот. Фишка именно в том, чтобы как можно меньше вставлять символов разметки, вот, как можно больше делать так, чтобы текстовый файл с этими символами и разметками продолжал читаться как текстовый файл. Вот это вот, у них так устроены заголовки. Обратите внимание волшебным образом, вот, подчеркиваниями, вот. Вот так вставляются картинки, вот, ну и так дальше. Второе свойство. Мы с вами знаем, мы с вами знаем такой язык разметки, бешено популярный в нынешние времена, он называется Markdown. Вот, популярен он за счет того, что его начал инфорсить, кажется, GitHub в таком активном виде, а потом под него написали дикое количество движков под этот Markdown, и поэтому он теперь инфорсится всеми. Вот, тем не менее он не единственный, а главное, Markdown, в общем, довольно примитивный язык. Он, с помощью него можно сделать только базовую какую-то разметку, вот, и люди, которые хотят использовать Markdown в каких-то более серьезных целях, вынуждены постоянно к нему дописывать какие-то свои синтаксические конструкции, расширять синтаксис, говорить, что у нас такой более крутой Markdown. Пример тот самый Markdown гитхабовский, да, диалектов Markdown очень много. В отличие от этого, Restructured Text, он, во-первых, сам по себе довольно сложный, то есть, если мы сходим, если мы сходим на шпаргалку, да, довольно прилично выглядит шпаргалка. Вот, боже, там GIF прыгает. Значит, он и сам по себе довольно сложный, но в действительности в нем есть, как в XML, инструменты моделирования новых сущностей, прям в языке. Вы можете на рейте написать какой-то новый, семантический, новый или синтаксический новую конструкцию и ее обрабатывать. Вот. Ну и в частности, документы, написанные на Restructured Text, выгоняются в HTML, разумеется, выгоняются в LATCH, выгоняются в EPUB внезапно, ну и так далее. Вот, кстати, есть такой довольно древний сайтик, на котором вы можете попробовать написать что-нибудь в Restructured Text и здесь. Давайте прямо попробуем. Вот, слева Restructured Text, справа картинка. Обратите внимание, довольно все очень, как в Markdown, все довольно чистенько выглядят с точки зрения читания глазками TXT файла, да, и все довольно аккуратненько рендерится. Справа, значит... Можно скачать PDF-ин. Вот. Да. Значит, Rest. Именно этим форматом, кстати сказать, многие сайты тоже его поддерживают, потому что этим форматом пользуется чуть ли не главный на сегодняшний день инструмент технического документирования, open-source, который называется Sphinx. Ну, то есть, когда я по C читал лекции, мне пришлось расчехлить такой слегка пыльненький, но еще работающий вполне Deut Oxygen, но на самом деле на сегодняшний день большинство проектов документируется в Sphinx. Что такое Sphinx? Sphinx – это надстройка над вот этой самой структурой, надстройка над структурой Restructured Text для того, чтобы нормально заниматься техническим документированием, и не только техническим, а вообще документированием программных продуктов. Вот. Что они сами говорят? Что вот, пожалуйста, давайте погромче сделаем. Выходные форматы. Да, значит, Semantic Markup. Автоматические распознавания всяких конструкций языков программирования, разумеется, в первую очередь Python, потому что, как видите, он написан на Python, этот самый Sphinx, и вообще есть в ПП лежит. Да, автоматическое распознавание конструкций языков программирования, которое автоматически вам разложит в документацию ссылки на функции класса и так дальше. Вот. Создание иерархии, то есть документ-вид, да, всякие индексы, сами генерит, раскраска. Дофига расширений для него, кстати. Давайте посмотрим, сколько для него расширений. Я тут встроенные расширения, а еще и есть невстроенные расширения. Невстроенные расширения, я даже не знаю, сколько их тут надо посмотреть, не вижу. Не нашел. Простите, не нашел того места. А, вот Sphinx Country, наверное. А, ну вот, все очень просто. Идете на ПП и смотрите, какие будут расширения к Sphinx. Вот. Для того, чтобы создать документацию на Sphinx, нужно немножко поработать, создать некоторое количество профилей, которые, собственно, будут эту документацию вам... На основании которых эта документация, собственно, будет генерироваться. Давайте сейчас этим займемся. Что нам нужно сделать? Да, обращаем внимание, что мы сейчас находимся в virtualenvy, да, пипенвообразном. У нас не стоит сейчас Sphinx. Давайте его поставим. Он довольно большой. Вот. Жук, 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 жук. Он, понятное дело, весь у меня закэширован, потому что я готовился к лекции. Вот. Обратите внимание, что на то, что, ну, реально приехало к нам всяких модулей. Лежат они не здесь. Дайте удалим вот файл. Вот. Давайте еще сделаем, наверное, какой-нибудь detenit. Так вот, значит, у нас есть модуль. Мы поставили этот самый Sphinx. Давайте сходим на методичку на русском и проделаем, что там написано. Не здесь, а вот здесь. Да, еще всякие темы бывают для него, чтобы по-разному выглядят документация. Да, понятное дело, что вот это документация, генерированная в Sphinx. Вот это документация, генерированная в Sphinx, если кто не знает. Sphinx, видите? Вот. А, да, кстати, наверное, важный момент, который я потом забуду рассказать. Одна из фишек Sphinx, поскольку он предназначен для поиска, для генерации именно программной документации, и поскольку в нем есть автоматическое распознавание всяких элементов языка программирования, всяких там ключевых слов, методов названия функций ТП, это вот этот поиск. Этот поиск локальный. Это не движок на каком-то сайте, что-то вам ищут. В действительности, давайте мы что-нибудь поищем. В действительности, это JavaScript, который смотрит по заранее сгенерированным индексам наличие вот таких штук. То есть, если я, например, зайду не на сайт docs.python.org, а на свою собственную документацию, сейчас я попробую ее найти. Нет, не стоит что-нибудь. Да, не стоит. Жалко. Давайте поставим. Вот. Значит, если я сейчас зайду на свой собственный... Буду читать свою собственную документацию. О, видите, она взята прямо с моего компьютера. Да? То этот самый search будет отлично работать и там. Потому что это просто жалоскриптовый движок, который, значит, обеспечивает просмотр сгенерированных, заранее сгенерированных индексов. И этим всем занимается Sphinx. Крайне удобная штука. Прям вот супер... Огромное спасибо тем людям, которые все это придумали. Ух ты, какой древний... Какой древний хелп. Надо новый собрать. Чего же я такой мышей не ловлю? Ладно, вот закончу лекцию, соберу новый хелп. Окей. И это к вопросу о том, что умеет Sphinx. На самом деле он умеет гораздо больше, но мы с вами всего этого не успеем посмотреть. Поэтому давайте хотя бы чуть-чуть поделаем. Вот. Методичка на русском. Поставили Sphinx. Запустили Sphinx Quickstart. Sphinx Quickstart. Давайте запустим. Sphinx Quickstart. О! Ой, нет, это не тот Sphinx. Значит, пользователям ZShell'а, таким же невнимательным, как я, большая просьба не забывать про вот эту штуку. У ZShell'а есть одно странное свойство. После обновления содержимого каталога в Path он их не перечитывает. Здесь запустился Sphinx от Python 2. Потому что после вот этой установки, где она там была... После этой установки... Где она? Так, где же она? Во! После этой установки у нас появился бинарный Sphinx в Path. Но Шилл его проигнорировал. Пока я не сказал Rehash, Sphinx Quickstart смотрел в USR BIN, там что-то такое. Вот. Не забывайте про это. Поставить какие-то новые скрипты в Венф. Не забывайте делать Rehash, если вы пользуетесь ZShell'ом. Да. Запустили Clickstart. Что он говорит? Он начинает нас спрашивать всякие вещи, связанные с особенностями документирования. Мы сейчас не будем обращать внимание на то, разделять ли, допустим, исходники и каталог, в котором будет все собираться. Ну, как он назовется? DizzyDog он назовется. AutoNameYar. Релиз проекта 0. Язык проекта, ну, скажем, Yen, пускай будет английский. Что нам завел Sphinx в текущем каталоге? Кстати сказать, это вот мы виноваты. Мы не сделали вот здесь вот разделение на source build, и поэтому все исходники нашей документации будут жать прямо тут же рядом с нашим dummy.py. Ну, пускай лежат. Если бы мы сказали сделать разделение, он бы создал каталог source, и там бы все лежало. Окей. Значит, что он нам сделал? Он нам сделал makefile и filemake.bat. Это инструменты автоматической сборки соответствующей документации. Мы даже пользоваться с ним не будем. Он нам сделал индекс файл, индекс RST. И он нам сделал конфигурационный файл. Давайте посмотрим в конфигурационный файл, нет ли там чего интересного. Это значит... Ничего там интересного нету. Вот. Он нам сделал каталог static, в который можно класть какие-то статические штуки, например, картинки. Мы сейчас попробуем это сделать. И он нам сделал индекс RST. Вот. В который он запихал всякие базовые вещи, автоматически сгенерированные, в синтаксисе Markdown. О, господи, в синтаксисе RST. При этом, обратите внимание, напихал туда своих директив, вот таких вот, как типа ТОК-3, да? Которые как раз умеет делать сам Sphinx. И вот таких. На самом деле нет. Нет, вот это стандартная директива этого самого RST, а вот это вот в обратных, в бэктиках, это как раз уже штука, которую умеет делать Sphinx. Вот. Даже сейчас уже этим можно пользоваться, мне кажется. Давайте посмотрим. Просто это будет некоторый вырожденный файл. Вот. Давайте посмотрим, как это делается. Я-то могу запустить make. А, давайте вот что сделаем. Я знаю, что надо сделать. Чучи знает, что надо сделать. Надо сделать вот так вот, и нам make сам расскажет, что он запускает. Вот. Вот, смотрите. Вот такую команду надо запустить. А, ну это help по Sphinx, синим по-черному, извините, плохо читается. Вот. А вот такую по команду надо запустить. Сейчас. Если мы хотим создать все. Мы... Г-г-г-г-г-г. А, он говорит, что? Что вы хотите собрать? HTML, PDF, там, MAN, что хотите? Ну, давайте HTML, самый простой вариант. Вот. То есть, в принципе, мы можем писать вот так вот. Вот. Что при этом произошло? В каталоге Build появился под каталог HTML, и в нем появился сгенерированный документ. Давайте его откроем. Firefox. Firefox. Index.html. Ну, тут ничего пока нету. Да? Это базовая документация без всего. Туда пришло только наше название, и все. Давайте мы что-нибудь туда вставим. Да? Здесь напишем что-то типа another page. Здесь сделаем ему эту картинку. Здесь напишем так в разной синтаксису. Давайте посмотрим, там есть. Вот. Нумерованные списки, результат, маркированные списки, влажные списки. Что мы тут? Ну, дайте список сделаем. Да? Просто тупо. Не глядя. Чтобы, ну, чтобы не мучиться. Да? Какой список они хотят? Нумерованные, маркированные? Сейчас, я забыл. Просто, просто за такой вот, да? Нет. Почему я не вижу? Ну, секунду. А, нет, вроде бы, а, или там пробел нужен вначале. Ну-ка. Не нужен вначале пробел. Ну ладно, дайте попробуем. А, и надо его заинклюзить, на самом деле. Индекс. РСТ. Надо его заинклюзить. Сейчас вот тут вот в методичке будет написано, как это сделать. А, просто написать вон. Все просто, как нифиг делать, да? Что там написал? Пейдж. Пейдж. Ну-ка. Что тебе не нравится? Non-directive talk3. Здравствуй, спелл-чекер. Что значит от non-directive talk3, если это Sphinx, а не REST? Черт. Вот поставил на свою голову синтаксическую проверку. Теперь надо настраивать. Ладно, к следующему разу постараюсь настраивать. Сейчас не буду. Но видите, да, что говорит мне чекер реструктирует текст файлов? Что вот эта директива и вот эти директивы для головы REST непонятны. Это на самом деле директивы Sphinx. Вот. Надо всего лишь почитать, как в этом вашем моем синтастике переключиться с проверки REST на проверку расширенного REST в Sphinx. Ну, не важно. Хорошо, давайте попробуем сделать снова этот самый билд. Да? Нет? Вот. Так, ошибочка какая-то. Не в то место я вставил. Это не только три. Это какое-то другое место. Вроде бы я все сделал так, как они написали. О! Господи, отступы, отступы. Так, значит, смотрите. Главное, чтобы количество отступов было одинаковое. Иначе им будет все плохо. Вот. Вот я сделал правильное количество отступов. Все хорошо. А! О! Давайте ради интереса еще положим туда, положим туда какую-нибудь картинку, просто чтобы было понятно, как тут все устроено. Вот. И на этом ручное создание документации отложим до, так сказать, оставим на вас, потому что, как видите, это просто некоторое дерево вот этих REST файлов, вот, которые друг на друга ссылаются, и получается вот такой вполне, ну, вполне, значит, какая-то там картинка. Так, картинка, говоришь, значит, картинка, картинка, картинка. Давайте какую-нибудь картинку сюда скачаем, берем попавшуюся. Должно это лежать, видимо, в статик. Ой. Почему я один? Статик. Да. И теперь давайте попробуем в этом пейдж, в пейдж REST сослаться на картинку, так как нам советует эта методичка. Ну, все просто. Ну, это уже прям иллюстрация какая-то, ну... Пускай у нас тоже будет иллюстрация. Только не кубик-рубика, а... Жмук. Перезагружаем. Заходим на another page. Не вижу. Что я сделал не так? Нет? А, все, это вставка изображения. Это... Я тормоз. Так. Да. Ну-ка. Да, вот, все. там это 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 именно автозамена одного на другое вот смотрите какая картинка вот картинка ну и так дальше не будем тратить слишком много на это времени это в общем вполне себе познаваемый инструмент который которому дофига документации не настолько интересно насколько кажется вот значит вот две ссылки эта ссылка на здоровенный халту как писать все это на сфинксе вот нам понадобится вот это место а вот вторая ссылка сейчас покажу вот эта ссылка это довольно забавная штука описание специфики сфинкса по сравнению с рестом и там есть разные волшебные вещи но пройти весь документируете ваш гуй вы можете сделать вот такие вот вечно кнопочку да там вот так выглядят пункты меню раз при этом обратите внимание на то что все еще все еще полученная картинка вполне читаемая полученный текст вполне читаемый как текст да мы способны прочесть вот такой текст глазками вот такой вполне или вот такой ну понятное дело в антре на в отрендеренном виде это более более развесистая штука вот а мы идем дальше дело в том что конечно основная основная задача а сфинкса не только написание каких-то деревьев html страница с которыми справляется тот же маркдаун на любом из таких вот хостингов но еще автоматическое документирование вашего давайте мы вот этим этим займемся этим занимается модуль который называется автодок вот он довольно развесистый прям скажем опять-таки читайте документацию по нему и вам откроется не буду не буду значит этим прямо сейчас грузить вашего вот скажу только что есть разумеется и инструкция про то как писатель докстринги и вот про него сейчас чуть-чуть поговорим вот у нас есть допустим это конкурент не нужен допустим наш модуль значит что этот модуль собой представляет этот три функции и какая-то какое-то описание к самому моду кстати сказать давайте посмотрим как в реальной жизни пользуются документации очевидно что этот модуль не не сформатирован еще для того чтобы служить технической документации вот давайте посмотрим как в реальной жизни пользуются вау многие пользуются оказывается сфинксом при разработке на питание вот ну вот видите описание параметров формате сфинкса нашлось 18000 с гаком раз в тех библиотеках которые меня стоят давайте ради интереса посмотрим как это выглядит вот вот пожалуйста описание какого-то какого-то значится модуля конкретно модули реквест да как это выглядит это заголовок модуля в нем есть поля копирайты license обратите внимание вот можем тоже так сделать вот эта функция сейчас мы сделаем вот у которой есть очень-очень много параметров кваркс про каждый из этих параметров описано параметр называется так то делает тот а вот это пример используя этой функции и дальше снова да значит return это возвращаемый объект обратите внимание на модификатор класс до функция get возвращает объект типа респонсов вот это этот самый сфинкс превратит в ссылку на описание соответствующего класса и получится хорошая документа ну давайте сами что-нибудь сделаем ну во первых можем написать что-нибудь такое вот по моему это так делается ну-ка да но это не так интересно конечно опишем 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 параметры парам а опишем 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 опиш param in mul только object да, param mul multiplier of b return что у нас return да, господи a plus b умножить на mul у вас так не сходя с места, включим в наш там нужно включить поддержку автодока, ну-ка давайте посмотрим а вот, автомодуль, автокласс, автоэкс сэпшн автомодуль да, как-то так попробуем так, что мы хотели, мы хотели сделать вот это автомодуль, только он называется не нуду, а даме вот он мемберс пробуем так unknown директор авто модуль значит надо автодок сначала включить в конфиг да, давайте попробуем config.py extensions во туда надо вписать что-то типа автодок хорошо хорошо нету сейчас а как как у фамилии кого-то надо вставать вставлять кого фото господи торопиться не надо тормоз я сфинкс ест автодок она называется и это повсюду было написано я просто пропустил это сфинкс екст автодок ну-ка но модульными даме хорошо сейчас делаем могут дать не хочет коровище что тебе не нравится это прямо прямо куда прямо сюда фу ты господи вот же написано а вот мы почти получили то что нужно сейчас я прокомментирую вот эту ошибку и все будет хорошо значит что я сделал я сделал то что было сказано в документации а именно добавил текущий каталог в список мест для поисков для поиска для поиска модулей ну вот вот пожалуйста вот вам пожалуйста значит давайте даст док даме фонг модуль индекс даме индекс функция вот тут я правда видите совершил ошибку включил описание функции прямо в титульную страницу но сделал я это неправильно обратите внимание на то как выглядит описание функции да она выглядит довольно аккуратненько вот она включена в с она ищется да ну в общем вот надо перенести это в другое место конечно что вот это за ошибка мы использовали кусочек маркдаун разметки в несвойственных ему целях давайте посмотрим вот какая строчка дали фунг 3 дали фунг 4 инлайн эмфазис старт стринг вязать ент стринг вот видите не поможет помогло значит что я сделал вот такую конструкцию restructured текст считает началом выделения эмфазиса вас и ругается что никого инфоиста на самом деле нет а на самом деле конструкция вот теперь видите он даже не ругается вот значит сейчас я абсолютно на скорую руку изобразил вам ужасный пример документации но просто я немножко тупил забыл значит что нужно вставить этот конфиг обещаю после лекции обновить конспектик на этот счет вот у нас осталось пять минут на такую довольно бессмысленную но важную тему как документация на сайте до показывать как это делать я сейчас прямо не буду вот единственное что я возможно коротко упомяну о том что есть такой сервис называемый read the docs ну потому что больше некогда мне будет о нем упоминать вот это сервер для публикации документации в основном кстати по питону то есть вы делаете модуль вы публикуете его скажем на github или где-то еще и и вы автоматически публикуете а это какая-то методичка сделаю стере делал раздела 2 дела 3 вы автоматически публикуете документацию к вашему модулю вот почему я сюда положил эту ссылку а да это это ссылка среды докса и вы автоматически формируете публикацию документации по вашему модулю прямо на read the docs вот методичка путем регистрации некоторых дополнительных манипулятивных действий это очень удобно в том случае если вы реально разрабатывать какой-то инструмент документации которую должны пользоваться многим этот процесс просто хочется на этом самым read the docs это первая картинка вот и вторая картинка это про разработку документации на сайте значит разумеется на сайтах типа гитхаба и даже с этого самого моего сорс хата которым я сейчас пользуюсь есть просто видами скажем в маркдауне которые отлично показывается вас понятное дело что обычный read me которые сопровождают там дерево каталогов это ну из этого делать какой-то сайтик документации если он не линейный ну скажем если не вырожденный до довольно неудобно но в принципе вы можете создать любое дерево исходных текстов на том же маркдауне вот который вам отрендерится как дерево html страниц вот обычно это называется словом вики хотя конечно к вики это отношение не имеет потому что пользователей людей которые комитет в это дело столько же сколько хозяев имеющих право push на ваш репозиторий то есть в конце на самом деле это такой контент менеджмент систем у которого гид используется в качестве инструментов контента единственное что его родниц вики это преобразование из примитивного текста формата разметки там допустим маркдауна в html для того чтобы это просматривать вот очень примитивный сайт и генератор используется обычно маркдаун на гитхабе кажется можно еще и рест использовать вот и по-моему на гитлабе тоже как-то выглядит выглядит очень просто мы берем какой-нибудь какой-нибудь проект да вот доволен создать к нему вики сейчас ок это вики тут есть прозвью викс у меня уже один есть тестовый а можно создать новый вот обратите внимание что вики как дерево каталогов обычно в жесткую не привязан к тому проекту от которой вон вики даже в гитхабе где есть гитхаб pages про них чуть позже это делать именно просто вики на хостинге это каким-то образом привязаны или не привязаны к вашему проекту набор простых маркдаун страничек или каких-то еще страничек иногда рест иногда что-то иногда этого не хватает тогда вы можете воспользоваться каким-то большим с этой сайт и генератором типы github pages это такой здоровенный движок забыл как он называется наруби написанный вот который позволяет вам точно также подсовывать под него просто гитрепозиторий но там уже довольно много довольно много всяких всякой штуки которая поддержит с конкретным сайт сайта генератором а как он называется не помню вот короче говоря какое-то количество вот какое-то количество упражнений которые поддержат конкретным сайта генератором а вы под этот сайт генератор подсовывать исходник и третий вариант который те же pages тоже поддерживают это когда вообще у вас сайта генератор внешний то есть нечто что генерирует html дерево а это html дерево вы публикуете такое дерево можно опубликовать вообще где угодно не только на гитхабе да в принципе где угодно но всякие хостинги типа того же гитхаба они предлагают некоторый путь по тому как статик html рядом с вашим проектом разместить вот ну вот один из примеров такого сайта генератора пеликан на котором ядра линукс хостится вот значит как выглядит эта штука вы пишете некоторое дерево потом на ресте или на маркдауне кстати как обычно вот но там куча куча всяких плагинов которые позволяют делать ну более-менее полноценный сайт из этого дальше вы жмете педаль у вас генерируется html дерево это хтml дерево публикуется удобно тем что никаких движков никаких никакой нагрузки на сервер в онлайне у вас нету просто значит статик html сейчас последнее время это вошло в мод так у нас я понял я выжил свое время значит за мной долг про внятный рассказ про то как пользоваться вики на том же source house например и видимо за мой за мной долг про неправильный стиль программирования вот значит если есть какие то вопросы задавайте домашнее задание будет вскоре напоминаю что домашние задания у нас возобновляются домашними заданиями будут определенные свойства гид репозиториев отчетных по вашему проекту не забывайте делать не забывайте регистрировать свои проекты регистрация проектов еще не закончилась вот в прошлое домашнее задание было оформление о флейк восемь до мы лично домашние задании будет разумеется заключаться в том чтобы вы добавили начальную поддержку документирования сейчас не требуется все документирование но начальную поддержку документирования с помощью с финксов ваш проект если way то стоит систему документирования или вы используете скажем вы собираетесь в качестве семестрового проекта продать существующий проект и там какая-то другая система документирования это разрешено единственное требование чтобы была выгонка не технической документации куда-то где мы где-то можно посмотреть вот вопросов я вижу нету тогда в следующий раз у нас разговор видимо про тестирование да и я постараюсь договорить и по очень коротко про вики если надо пишите в чатик нужен вам разговор править или это 8 принц можно и так конечно самому тело освоить вот все тогда значит до новых встреч следующий разговор о тестировании юнитест вот этом все ну и удачи не забывайте все это делать спасибо